Сиреневый огонь Сиреневый огонь Следующий номер нашей программы – простейшая дифракционная решетка. Теперь функция пропускания экрана у нас будет снова прямоугольное отверстие. Сиреневый огонь От B пополам до минус B пополам. Шириной от минус A пополам до A пополам. Но только с маленьким уточнением. Таких отверстий будет не одно. А это он что хочет нарисовать. Но мне их одинаково и трудно нарисовать. Кстати, если бы было два отверстия, это бы называлось как? Щельюнга. Этим мы с вами в следующий раз будем заниматься. А сейчас у нас много отверстий. Очень много. N штук. Кстати, расстояние между отверстиями будем обозначать буквой лямбда. Но не маленькая, а большая. Это будет называться период дифракционной решетки. Лямбда маленькая – это длина волны, лямбда большая – это период решетки. Ну, чтобы оценить, сколько у нас N, ну, обычные решетки – 1200 штрихов на миллиметр. А решетки вот такого размера. Ну, сколько? 10 сантиметров, значит 100 сантиметров. 1200 на 100. Это сколько будет? 1200 и еще два нуля. 10 в пятое. 10 в пятое. Поэтому у нас теперь функция пропускания. По Y-то все очень просто. Это функция прямоугольника. Y на B. А по X – это сумма функции прямоугольника. А тут будет X минус J умножить на период решетки. И все поделить на A. И сумма по J от нуля до 10 в пятую. Вот такая функция пропускания. Ну, тогда электрическое поле в точке наблюдения, как функция от альфа X и от альфа Y – это будет сумма по J от нуля до 10 в пятую. Ну, будем M написать, конечно. Рект. Дальше идут интегралы. Но я уже поменял местами суммирование интегрирования. Поэтому дальше будет двойной интеграл в бесконечных пределах по DX, DY. Рект. Рект. Y на B. Рект. X минус J на период решетки на A. Ну, я этим слагаем, он просто в центр отверстия переношу, выбирая разные решения. Ну, а дальше будет E в степени минус I, K, X, синус альфа X, плюс Y, синус альфа Y. Ну, понятно, что то, что касается интеграла по Y, то он, ну, не равно, по сути. По Y у нас тут, опять-таки, интегралы разделяются. У нас есть одна функция только от X, другая только от Y. И по Y тот же самый интеграл, который мы с вами только что брали. Поэтому то, что получится по Y, мы и так знаем. Это синус Пи на лябда на B синус альфа Y делить на то же самое. Пи на лябда на B синус альфа Y. А вот с X придется повозиться. С X придется повозиться. Я сделаю замену переменных. X, M, по определению, это будет X. А, X, J, это в моем назначении. Я привык. Давайте лучшее. Чуть-чуть меня даже и понесло. Ай, давай. Жить. M потом на другое понадобится. Пусть жить, ладно. Тогда X жить. Это будет X. А минус G лямбда. Ну, тогда понятно, что D, X, J, это будет D, X. G и лямбда константы. И поэтому у нас останется сумма. Это что-то поменялось. Сумма по G от нуля до N, где N, гигантское число, интеграл D, X, J. А здесь будет так. E в степени минус I, K. А у нас X, это X, J, минус G лямбда. Поэтому здесь будет E в степени I, K, X, J. Да? Что, что, что? Ну, это же у нас повыше идет. Ну, вот здесь у нас X на синус альфа X. Синус альфа X это число. Ну, да. Это хорошо. Вы пишите это функционер, а нам не писать это просто синус. Не вырубился. Ну, функция-то вот такая. Да. Да. И чего? А вот эта сумма в тишине X не выше? То есть у нас интеграл откуда? Ну, у нас интеграл от суммы равен сумме интегралу. Теперь под одним... У нас интеграл по D, X, D, Y. По Y интеграл никак от G не зависит. Поэтому интеграл по Y... А-а-а. А я тут... Все, все, все. Нет. Дефункция прибыла. Я работаю. По Y я все вынес. Вот. Я никуда смотрю. По Y я интеграл вынес и взял. Ну, в прошлый раз. Осталось интеграл по X. А, я не туда написал, что ли? Да, да, да. А-а-а. Дошел. 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 Вы хотите, чтобы я вот здесь написал сумму по G? И интеграл по D, X, G. Сейчас подумаем, в каких пределах. А поскольку я сдвину пределы интегрирования, то так-то надо было бы интегрировать от минус A пополам плюс минус... Нет. Плюс, плюс. Плюс G на лямбда до A пополам плюс G на лямбда. Это если бы был интеграл по D, X. Ну, каждый раз у нас прямоугольник вырезает интервал, сдвинутый на целое число лямбда. Надо интегрировать по этому интервалу, по этому, по этому. Но я сделал каждым слагаемым замену переменных. Как раз такую, чтобы вот этот сдвиг на G лямбда исчез. Поскольку у нас X заменилось на X минус G лямбда. И поэтому теперь в каждом из этих интегралов надо брать интеграл по интервалу от минус до плюс A пополам. Вот это все исчезает. Но зато по новой переменной D, X, G. А дальше стоит экспонент. В экспоненте стоит E в степени минус I, K, X, G на синус альфа X. Но, поскольку тут раньше стоял X, а X равен X, G плюс G лямбда. Поэтому есть еще одна экспонент. E в степени I, K, G умножить на лямбда синус альфа X. Вот такая получилась замена переменных. Теперь посмотрите. Вот эта экспонента, она не зависит от переменной интегрирования. Поэтому эту экспоненту можно вынести из-под интеграла. А дальше будет еще интереснее. Определенный интеграл не зависит от переменной, по которой мы интегрируем. Хоть интегрируй по X, хоть по Y, хоть по твердому знаку. Когда берешь определенный интеграл, то получается просто число. Но если у нас интеграл не зависит от переменной интегрирования, то этот интеграл можно вынести из-под суммы. Потому что у нас от G теперь зависит только переменная интегрирования. От нее интеграл не зависит. Поэтому мы выносим просто этот интеграл из-под суммы. И у нас получается самый обычный интеграл по одну щель. Который мы с вами тоже брали. И в результате у нас получается синус Пи на лямбда B синус альфа Y делить на Пи на лямбда B синус альфа Y. Это интеграл по Y, как будто оказывается. Теперь этот интеграл, который одинаков для всех слагаемых, для всех G, выглядит синус Пи на лямбда A на синус альфа Y делить на Пи на лямбда A синус альфа Y. От того, что у нас щелей много, у нас осталась сумма по G от единицы до N большого, от E в степени И в К, я напишу пока без G, лямбда синус альфа X в степени G. Но посмотрите, какая прелесть. То, что здесь получилось, это просто поле, которое получалось при дефракции на одном прямоугольном отверстии. Вот когда мы с вами считали дефракцию на одном прямоугольничке, у нас как раз получалось вот это значение. На самом деле, это общая теорема. Если у вас есть большое число, не обязательно большое, больше единицы, одинаковых периодически расположенных отверстий, то дефракция на них, это дефракция на одном отверстии, неважно какой формы, у нас это было на прямоугольной форме. Можно вообще там какой-нибудь в виде сверпа и молота отверстия сделать. И тогда будет здесь дефракция на отверстии в виде сверпа и молота на такую сумму, которая от формы отверстия не зависит. Вот оказывается так устроена дефракция на периодической структуре. Поле оказывается равному полю, дефрагировавшему на одном элементе периодической структуры, на вот такую сумму. Но согласитесь, что такую сумму сосчитать не просто, а очень просто. Это ведь всего лишь конечное число членов геометрической прогрессии. Поэтому здесь я напишу Е1 от синус альфа х синус альфа у. Е1 это то, что у нас получилось при дефракции на одиночном отверстии. А конечное число суммы конечного числа членов геометрической прогрессии в числителе это единица минус последний элемент Е в степени минус ИКН лямбда синус альфа х. Делить на единицу минус знаменатель геометрической прогрессии Е в степени минус ИКН лямбда синус альфа х. Это уже почти победа. Теперь я из числителя вынесу экспоненту с показателем равном половине этого показателя. Тогда у меня будет Е в степени плюс ИК пополам на это. Минус Е в степени минус ИК пополам на это. С точностью до двух И в знаменателе это синус. Точно так же из знаменателя я вынесу Е в степени минус ИК лямбда синус альфа х. То есть экспоненту с половинным таким показателем. И у меня тоже получится разность двух экспонентов с положительным и отрицательным показателем. Который с точностью до двух И превратится в синус. Два И сверху и два И снизу сократятся. Поэтому у меня вот это отношение превратится просто в отношение синусов половинных углов по сравнению с тем, что стоит в аргументе экспонента. Ну, теперь можно написать результат. Итак, электрическое поле в точке, задаваемой углами синус альфа х, синус альфа у равняется. Я все-таки, ну, некоторая константа. Дальше стоит синус Пи на лямбда Б синус альфа у делить на Пи на лямбда Б синус альфа у. Такой же множитель по х, синус Пи на лямбда А синус альфа у делить на Пи на лямбда А синус альфа у. Это я написал Е1. А теперь то, что получилось от вычисления конечного члена геометической прогрессии. В числителе синус. К это 2 Пи на лямбда, но надо половинный аргумент, поэтому Пи на лямбда. Дальше идет число штрихов, дальше идет период решетки на синус альфа х. Делить на почти то же самое, но сюда не вошло число штрихов. Синус Пи на лямбда в период решетки синус альфа х. Однако, что считали. Осталось найти интенсивность. Но формула такая красивая, что мы ее напишем еще раз. Итак, И от альфа х альфа у, а это все равно, что почти от координат экрана наблюдения, равняется константа, которую я назову Исноликом, на синус в квадрате Пи на лямбда В синус альфа у делить на Пи на лямбда В синус альфа у квадрате. На синус в квадрате Пи на лямбда А синус альфа у квадрате. На синус в квадрате Пи на лямбда Н лямбда синус альфа у квадрате делить на синус в квадрате Пи на лямбда. На лямбда маленькая, маленькая лямбда это длина волны. На период решетки лямбда Большой на синус альфа х. Все. Вот так просто считается дифракция про угла коронавируса. Но, господа, теперь самое интересное. Надо построить график этих лямбдах. Я никогда не забуду как-то на Беспаке, на какой-то контрольный, у меня один студент, вот до этого, нет, он даже экспоненты в синусы не превратил. Так и оставил экспонент с мнимыми показателями. Все, говорит, решил задачу. Я говорю, а график? Ну, говорит, это же не достойно человека. Для этого есть маткат или математика, они построят. Я говорю, решил. Зачет будет, когда ты заставишь какую-нибудь программу построить график того, что ты считал квадратом модуля. Он сказал, легко. Он так и не получил. Он так и не смог заставить пакет, построить. Ну, понятно почему. Тут много есть неопределенностей типа 0 на 0. И много чего другого. Он уж потом это выучит. Я говорю, нет, это направление прикладная математика и физика для вас самое главное заставлять это все на компьютере делать. Пока мы его поставим. Ну, его заматевать в 2 часа. Я открываю от кустовок. Ну, я буду строить график зависимости только от альфа икс. Потому что от альфа икс мы знаем, как выглядит зависимость. Там ничего интересного нет. Это вот так. А вот от альфа икс по мужчине все. Это вот так. Хотя sleeve икс, вспомин Cavir. Фир будущее. И еще on. По памятному. Хорошо. Хорошо. Давайте об Я сперва буду строить график этого множителя, потом этого множителя, этого множителя построю в уме, а потом что-нибудь получится. Значит, здесь будет синус альфа х, или что то же самое, х делить на у, и здесь будет синус альфа х, то же самое, х делить на у. Вот здесь будет, вот это у нас будет эофаген, а знаменатель будет эофаген, вот здесь будет эофаген, а тут будет знаменатель. Ну, что касается этого графика, мы уже знаем, как он выглядит. Синус квадрат у квадрата, у него нули будут в точке, когда синус альфа х равняется лямбда на а, а у нас маленькая, поэтому нули будут редко. Лямбда на а, два лямбда на а, ну и симметричный из-за. Ну, поэтому первый график будет выглядеть вот так. Здесь построен график знаменателя. Обратите внимание, что у него нули будут, когда аргумент равен π, в точках лямбда делить на период с решеткой. Но посмотрите, период решетки у нас заведомо больше, чем а. Но период решетки не может быть меньше, чем величина дырки, иначе решетка не получится. Вот давайте для определенности считать, что у нас период решетки в четыре раза больше, чем ширина отверстия. Тогда на этом интервале у этого графика, этот график опасный, он в знаменателе, у нас будет как минимум четыре нуля. Вот здесь будет ноль. Если в четыре раза больше, еще будет три нуля, да? И на этом периоде у него будет только нули и так далее. И выглядит он у нас будет так. Он сперсанет из нуля, потом тут в ноль упадет. Тут в ноль упадет. Тут в ноль упадет. Тут в ноль упадет. Вот что-то в этом будет. Так смотрите, если в знаменателе это ноль, вроде как бесконечность получается. Не получается. Не получается бесконечности из-за того, что в числителе н это целое число. Если у нас в знаменателе аргумент это целое число пи, то в числителе тоже получается целое число. У нас получается синус в квадрате нуля делить на синус в квадрате нуля. Но мы знаем, что около нуля синус чего-то примерно равен аргументу. Аргумент здесь отличается от аргумента здесь н раз. Поэтому предел отношения синусов в нулях это н. а у нас все еще в квадрате. Поэтому в точках, где в знаменателе ноль, у нас происходит усиление света в н в квадрате раз. Что много, потому что н 10 в 5. Ну, остался числитель. Числитель это тоже колеблющаяся функция, которая везде попадает в ноль, когда у знаменателя есть ноль. Но между нулями знаменателя, поскольку в числителе еще стоит n большое, эта функция успевает сделать 10 в 5 колебаний. Поэтому я ее не стал рисовать. 10 в 5 колебаний нарисовать трудно. Короче, мы знаем, что числитель в одном этом периоде 10 в 5 раз прыгает вверх. Ну, а теперь надо перемножить одно на другое. И учесть, что там, где здесь нули, возникает усиление в н в квадрате раз. Ну, что у нас получится? Во-первых, у нас будет гигантское количество света в нуле, вот здесь. После этого функция 10 в 5 раз колеблется. Совсем рядом с нулем по сравнению с n в квадрате это ноль. Но когда мы попадаем на этот ноль, снова возникает усиление в n в квадрате раз, но это n в квадрате умножается на зеленую огибающую. Потом снова 10 в 5 колебаний, потом снова всплеск, потом снова 10 в 5 колебаний. Вот если у нас размер отверстия в кратное число раз отличается от периода, то следующий всплеск попадет на ноль огибающий. Ну, только у меня что-то мало их получилось. Тут должно быть не 3, а 4. Ну, да вы прощите. Тут нулевой всплеск, потому что он убитый огибающий. Потом снова 4 всплеска. И следующий, вместе с этим четвертый, и следующий снова убивается. Потом снова идут всплески. Здесь я почеснее буду. Вот всплеск этот ноль. А тут всплеск. 2, 3. Ну, вот так. Вот так выглядит отклик дефракционной решетки на нормально падающее на нее монохроматическое излучение. Такая штука называется аппаратной функцией дефракционной решетки. Это отклик прибора, но сейчас мы об этом сами поговорим, на внешнее монохроматическое излучение. Теперь посмотрите. Если мы светим на решетку красным излучением, то у нас получаются вот такие максимумы. Ну, ясно, что вот эти промежуточные максимумы не видны. И понятно, что ширина каждого максимума фантастически маленькая. Потому что между максимумами должно поместиться 10 в пятый колебаний. Поэтому ширина максимума это расстояние от нуля до одной делить на 10 в пятый вот этого периода. поэтому эти всплески фантастически узкие. И чем больше штрихов и решетки, тем уже этот всплеск. Ну вот при... Если мы возьмем излучение, скажем, зеленого, зеленый есть, синего цвета, то понятно, что нулевой максимум придется сюда же. А первый всплеск, смотрите, он находится в точке лямбда на А. Для синего цвета лямбда меньше. Поэтому первый всплеск получится чуть-чуть раньше, чем красный. А для фиолетового еще раньше. Чуть-чуть получится. спектр разложится в каждом всплеске. Во всех полосках, кроме одной, в центральной полоске все приходится в одно место. Эта полоса называется ахроматической полосой. Там будет белый свет, если вы светите белым светом. Туда идут все длинные волны. А все остальные длинные волны во всех максимум приходят в разные точки. Поэтому в нулевом да, кстати, тоже еще терминология. Вот это называется нулевой порядок. Это первый порядок, второй, третий, четвертый. Вот здесь четвертого порядка не оказалось загибающим. это любимый прикол на студенческих олимпиадах по физике. Какой-нибудь на решетке под таким-то углом падает там чего-то, монохроматическое излучение, сколько будет видно максимума. Ну, естественно, подбирают так, чтобы на какой-нибудь максимум пришел 7-0 огибающий. Студенты-то не помнят про огибающий, они вспомнят школьную формулу решетки, да, помните, чем там. n-лябда, m-лябда равняется период решетки на синус угла. И вот по этой формуле молочек и получается неправильный самусаги боющийся. Который в школе, конечно, никто не учил. Соответствует здесь порядки минус первый, минус второй и так далее. ну и поэтому если вы имеете источник света со спектром и атоме, как по атому, скажем, это атом водорода, вот у нас есть в атоме водорода видимая красная линия, более высокочастотная, сине-зеленая, потом красивого голубого синего цвета есть у меня водорода, потом есть ультра, есть фиолетовая, которая уже видно плохо, но я ее вижу, а некоторые не видят. Потом есть ультрафиолетовая линия, хуже цвета приемли в основании. Когда-то давно ко мне в лабораторию пришла мадемозель, она говорит, какая красивая, какая же это называется H-альфа, H-бета, H-гамма, H-дель, H-эпселон. Какая красивая H-эпселон. Я говорю, милая, H-эпселон цветной, такой глубокий цвет. Я говорю, милая, H-эпселон у людей колбочки уже не видят, только палочки. У некоторых людей, у большинства, я ничего не вижу а вот у некоторых там, а вот у нас женщины, только мы можем видеть всю глубину этого цвета и всю его красоту. Ну, что, красиво? Очень красиво идет одна беда, я вам благородную выключу. Он сказал, только мужчины не столь коварно. Она рассматривала ничего и восхищалась глубиной ультрафиолетового цвета. Так вот, если вы кинете на решетку такой свет вот с таким составом, то есть свет в водородной лампе, вы увидите некоторую зависимость интенсивности уже как функцию координаты экрана H. что же вы увидите? Вы увидите ахроматическую полосу, но я ее условно желтый, она вообще белая. После этого вы увидите спектр первого порядка. сперва будет идти красивейшая ультрафиолетовая линия, медленного он и маленькая. Потом будет идти фиолетовая линия, потом будет идти синенькая линия, зеленая зеленая линия, и потом будет идти красная линия. Это будет спектр первого порядка. Потом будет снова идти красивейшая ультрафиолетовая линия, потом снова фиолетовая, причем расстояние между ними станет уже больше, чем в первом порядке. Кстати, если вы изучаете спектр, как легче изучать, тогда они близко или далеко? Далеко, естественно. Поэтому лучше работать в высоких порядках. Потом вы увидите синюю, потом вы увидите зеленую, потом вы увидите красную, а потом снова фиолетовую. Но здесь вас может поджидать большая неприятность. Может получиться, что в следующий раз фиолетовая окажется ближе, чем закончилась красная. И один спектр у вас начнет накладываться над рукой. естественно, если вы честная девушка и видите всю глубину цветов, вы разберетесь какой это спектр. Даже в том случае, если линия одного цвета наложится на линию другого. Понятно, что если красная наложится на зеленый, вы увидите желтый. Но тонкие девушки конечно поймут, что это не желтый, а смесь красного и зеленого. Но если у вас в качестве системной регистрации не девушка, а фотоприемник, а на компьютере просто рисуется максимум, как делают все нормальные люди, ну компьютер дешевле иметь, чем девушка. То, как вы понимаете, здесь начинаются неприятности при интерпретации эксперимента. Поэтому желательно, чтобы у вас один спектр не накладывался на другую. Так вот, ширина спектра. Понятно, что если вы оставите только одну красную, фиолетовую и синюю линию, то они еще не наложатся. Если вы уберете красную, они не наложатся. Так вот, ширина спектра, пока они еще не накладываются, называется область свободной дисперсии. Поэтому с одной стороны хочется работать в более высоких порядках, там линии синие расходятся, с другой стороны, нельзя залезать за границу свободной дисперсии, иначе вы просто в линии собутаетесь. Ну, если честно, когда мы делали лабораторные работы, нам на решетке надо было расшифровать, по-моему, шесть или семь порядков, они начинали перекладываться уже в третьем порядке. Вы представляете, в шестом, седьмом порядке разобраться, какая линия с какого порядка. Ну да, это нехакая лазьня. Это нехакая лазьня. Поэтому обычно делают так, сперва грубо исследуют спектр в низких порядках и примерно понимают, что там есть, потом фильтрами гасит все линии, кроме одной, которая вас интересует, а вот эту линию уже исследуете высоких порядков. Но понятно, что когда вы начинаете работать высоких порядков, вы что еще теряете? Интенсивность света. Да, мало света выходит. Поэтому проблемы начинают расти как снежный ком. Но все-таки дефракционная решетка это такая важная штука, что я скажу пару слов о том, как устроена вся наука обработки таких экспериментальных данных. Я из экономии времени не буду запускать новый вопрос, но сейчас хочу поговорить про решетку как спектральный прибор. значит вообще говоря любой спектральный прибор это некоторый черный ящик, на вход которого вы подаете исследуемый спектр, то есть и ну либо от омега, либо и от лямбда, но лямбда и омега связаны, как вы понимаете, с точностью до перевертывания, чем больше омега, тем меньше лямбда, но одно и другое можно считать. А на выходе вы получаете распределение интенсивности света как функцию х, координаты, которые можете сфотографировать там или через фотомоножитель засечь и запустить в компьютер, не важно. Поэтому вообще говоря, любой спектральный прибор превращает функцию и от омега в функцию же от х. Ну в математике есть специальный класс математических объектов, которые одним функциям сопоставляют другие функции. Как они называются? Операторами. Операторами. Поэтому любой спектральный прибор можно описать некоторым оператором S, который действует на функцию и от омега превращает ее в функцию g от х. На эксперименте вы умеете с погрешностями, конечно, измерять g от х. Вся проблема по g от х восстановить функцию и от омега. Ну, вот функция и от омега. но она какая-то там. Это тот спектр, который вы хотите знать. Зачем знать спектр? Ну, потому что частоты, которые излучают свет, очень сильно связаны с тем, как устроены атомы и молекулы, и если вы умеете считать атомы и молекулы, то вы, наверное, умеете считать частоты излучаемого венеса. Поэтому это лучший способ проверить, насколько вы разбираетесь в той системе, которую вы пытаетесь изучать. функция g от x она какая-то и в общем случае довольно сильно отличается от функции и от омега. Вот надо уметь по этим функциям восстанавливать эти. Так вот, вся хитрость состоит в том, что функцию и от омега можно представить как сумму вот таких паучек. на разных частотах и записать так, что и от омега это есть интеграл от минус до плюс бесконечности по d омега с ноликом и от омега с ноликом на дельта функцию от омега с ноликом минус омега. Вспомним определение дельта функции. Это означает, что вот такую плавную кривую можно представить как суперпозицию дельта функции. Но мы с вами знаем, что дельта функция это спектр какого сигнала? Плоского. Плоский мануфематический волн. Если мы подействуем нашим прибором на одну составляющую излучения, то есть подействуем функции S на I атомика с ноликом, дельта функции атомика с ноликом минус омега, то мы получим некоторый отклик прибора, который будет называться йод с ноликом, он будет конечно зависеть от частоты, а также будет зависеть от X. На разных частотах мы будем получать разные вот такие. Вот то, что получается у спектрального прибора, если он, на него кидают монохроматическое излучение, называется аппаратной функцией стандартного прибора. Господа, то, что мы сейчас с вами считали, это аппаратная функция идеальной депутационной депутационной депутации. Это как бы она распределила излучение, если бы на нее кинуть истинное монохроматическое излучение, которого в природе не говорили. Но смотрите, если мы знаем аппаратную функцию на каждой частоте, то тогда функция j от x это есть сумма аппаратных функций на каждой из частот. Поскольку мы настоящий входной сигнал можем представить как суперпозицию монохроматической. поэтому j от x это результат действия оператора s на сумму откликов на каждую частоту. Те, кто делают спектральные приборы, пытаются поступать так, чтобы оператор, описывающий их спектральный прибор, был линейным оператором. Правда, я не думаю, что все те, кто действует, делают приборы, знают, что такое оператор, что такое линейный оператор, но они понимают, что им за это будут платить лучше. Поэтому большинство приборов в первом приближении можно аппроксимировать линейным оператором. Но если s это линейный оператор, то действие оператора на сумму будет чему равно сумме результатов действия. Тогда у нас будет интеграл, ну сумма интеграл это одно и то же, по d омега с ноликом от i от омега с ноликом, но действие оператора на дельта функцию даст операторную функцию. И у нас в результате получается то, что называется сверткой спектра, который мы хотим искать, и от омега с ноликом, с аппаратной функцией. Это будет интеграл от произведения искомого спектра и от омега на аппаратную функцию. И вот это мы с вами находим. То есть мы находим интеграл от вот я здесь напишу. Это будет интеграл от i от омега с ноликом на аппаратную функцию от омега с ноликом x по dx. То, что мы мерим идет от x это есть интеграл от произведения только аппаратную функцию не дельта функции а й от с ноликом. Это есть произведение того, что нам нужно найти на аппаратную функцию. Ну, а теперь возникает вопрос, как из этого интегрального соотношения вытащить и от омега. Это очень неприятная ситуация. Соответствующие задачи относятся к так называемым обратным, некорректным обратным задачам математической признаки. Вся беда состоит в том, что эти обратные задачи устроены так, что при бесконечно малом отклонении входных данных можно получать конечное отклонение результата. Это ужасно. Это ужасно потому, что мы, во-первых, наблюдаем спектры ЙОК от Х всегда меряем с ошибками. А во-вторых, мы с ошибками знаем аппаратную функцию. Потому что откуда мы можем взять аппаратную функцию? Либо мы будем ее считать. Но вы верите, что реальная дефекционная решетка состоит из абсолютно одинаковых штрихов, одинаковой ширины на одинаковом расстоянии. Это чушь. Поэтому то, что мы сосчитали, это некая асимптотическая функция, к которой аппаратная стремится асимптотически, как мы много лет стремились к кому-нибудь. Стремится может сколько угодно. Только на самом деле в дефекционной решетке все не так. Второе. А давайте мы ее экспериментально берите. Давайте. Только где возьмете монохроматический сигнал? Его же тоже нет. вы будете светить излучение в лазере какого-нибудь. Но его излучение не было хроматическое. Поэтому аппаратную функцию мы тоже знаем хреново. Поэтому мы это знаем хреново и это знаем хреново. А если плохо известны этих вещей, надо найти то, что стоит под интегралом. Вот одно и получается и А задача некорректная. когда малые ошибки приводят к большим расхожжениям. Вот так, господа, устроена экспериментальная физика, если вы думаете, что делать. Большинство налоговец снимает линии какие-то решетки. Говорят, а, мы знаем спектр. Ничего вы не знаете. Вы знаете сверт. Неизвестная вам была аппаратная функция из тех, что вам нужно найти. Потом вы фантазируете. Ну, тем не менее, для характеристики, качества, да, это целая наука математическая, решение некорректных задач. Если вы хотите что-то реальное экспериментально исследовать, вам полезно послушать соответствующие курсы медиатики, которые отнюдь нетрелиарны. Отнюдь нетрелиарны. Ну, на дисфайке они читаются курсы на четвертом и на пятом. Они требуют очень большой информации. Это неинтолиарно писать. Девочки уже. Там все очень мерзко. но осталось договориться, а как характеризовать спектральные приборы. Как выбрать хороший прибор или плохой? По каким параметрам выбирать? Ну, первый параметр это дисперсия. Да, я вот еще что забыл. совсем по-детски в школе депутационную решетку так рассматривал. вот есть такие точечные отверстия. Сюда падает волна. Ну, давайте считать, что она падает все-таки под углом. мы с вами вот это нормали. Вообще говоря, К с ноликом волновой вектор падающий освещающего излучения обычно падает под углом альфа с ноликом. А потом свет дифрагирует во все стороны. В том числе и под углом альфа. и здесь пучок падает на соседний штрих под углом альфа с ноликом и дифрагирует под углом альфа. Тогда возникает вопрос, в каком случае эти два пучка друг друга усилят. Но обычно говорится следующее, что если мы вот так опустим перпендикуляр и тут опустим перпендикуляр, то длина, которую пройдет этот пучок отличается от длины, которые пройдет этот пучок на сумму вот этих двух отрезочек. Но если у нас в обратную сторону дифракция в сумму, а если сюда пойдет вниз, то на разность. Ну тогда разность хода между этими двумя пучками будет равна. Это у нас период решетки расстояния между отверстиями. поэтому это будет период решетки вот это расстояние на синус этого угла альпус ну плюс период решетки на синус альпальдин. На синус альпальдин. когда разность хода равна целому числу динволу. Поэтому m лямбда. Ну и тогда у нас получается школьная формула для дефракционной решетки лямбда на синус угла дефракции плюс ну обычно пишут минус синус угла падения ну считая что такой угол отрицательный а правильный угол этого куда вниз синус альпус ноликом минус синус альпус минус синус альпус ноликом это есть м лямбда ну отсюда получается угол под которым дефрагирует цвет. так вот теперь да кстати если у нас альпус ноликом равен нулю мы получаем условие максимума синус альпа это м отношение длины волны к периоду решетки ну господа это как раз условие появления нуля в знаменателе здесь когда у нас появляется главный максимум естественно эта формула ничего не знает про огибающую про которую знает дифракция кругового ну ну теперь первая характеристика решетки это так называемая угловая дисперсия это есть про дэфи дэфи по дэлявля я только зачем-то альфа заменил на фи ну давайте здесь напишем фи дэфи равняется м дэлянда поэтому угловая дисперсия это есть дэфи по дэлянда что же нам надо сделать значит дэфи по дэлянда м надо поставить в числитель а здесь надо поставить период решетки период решетки а еще синус фи отсюда мораль если хотите чтобы у вас расходились подальше максимумы работайте в высоких порядках во вторых делайте поменьше период решетки поэтому нацарапывайте побольше штрихов на миллиметр чем больше штрихов на миллиметр чем меньше период решетки тем больше и во вторых чтобы был побольше угол кидайте освещайте решетку косо чтобы дифрагирующий угол тоже был больным чтобы 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 нет наоборот да сейчас да господа когда вы дифференцировали синус превратился в косо поэтому кидать надо косо надо освещать решетку в косом падении чтобы дифрагирующий свет прошел как можно более больше а если это и это это разрешающая способность Если у нас имеются две близкие длины волны, то на одной длине волны мы видим такую картинку, а на другой длине волны мы видим вот такую картинку. Если две линии очень близки, они одного цвета. Спрашивается, на каком расстоянии должны быть максимумы, чтобы вы догадались, что это две линии. Ну, здесь существует так называемый критерий релея. Он чисто качественный, когда-то договорились, что мы догадались, что это две линии, когда максимум одной линии приходится на минимум другой линии. В этом случае, вот здесь при вершинке, получается провалчик, который имеет глубину, высоту 0-7 высоты вершинки. Ну, вот считается, что в этом случае мы можем разрешить эти две линии, догадаться, что их две. Теперь, конечно, когда мы численно обрабатываем сигналы, можно и на одну сотую критерия релея сдвинуться, чтобы здесь было не 0-7, а 0-0-7. Ну, вот для определенности вот так. Давайте посмотрим, в каком случае у нас возникает, какое же у нас будет разрешение, какие мы две линии можем разрешить, чтобы вот такое произошло. Ну, смотрите, под одним и тем же углом должна дефрагировать максимум на одной длине волны и максимум плюс еще чуть-чуть на другой. Итак, лямбда синус фи минус синус фи с ноликом одно и то же. Но на одной длине волны у нас есть m лямбда плюс дельта лямбда. Это положение максимума чуточку большей длинной волны, а на меньшей длинной волны максимум находится на расстоянии m лямбда, а на положение следующего максимума мы хотим попасть, чтобы здесь был минимум. Но поскольку до следующего максимума у нас будет n большое минимум, то вот это положение, это будет m плюс 1n. Ну, собственно говоря, это уравнение для разрешающей способности. Мы получаем m лямбда плюс m д лямбда равняется m лямбда плюс лямбда делить на n. Ну, отсюда разрешающая способность лямбда делить на n. Есть лямбда делить на n умножить на n. Отсюда мораль. Если вы хотите разрешать близкие линии, как всегда работайте в высоких порядках, но имейте как больше не максимальную плотность штрихов, а максимальное количество штрихов. Тут важно, сколько штрихов имеется на решетке. Только на самом деле не сколько на решетке имеется. А сколько штрихов освещается? Сколько вы там сбоку нанесли штрихов, абсолютно не важно. Ведь интерферируют только те штрихи, включаются в сложение пари только те штрихи, от которых свет дифрагировал и складывается. Поэтому n это число освещенных штрихов. Поэтому если у вас есть кучок света, вам надо постараться осветить этим кучком как можно больше штрихов в решетке. Как надо поставить решетку? Осо. Чтобы как можно больше освещения. Поэтому всегда решетке надо ставить осо. Ну и последнее самое. Обратите внимание, что в классической формовой решетке, вот в этой, начиная с некоторого порядка m, никакой депракции не будет. Поскольку если у вас m такое большое, что синус стал больше единицы, то там никакого света не появится. Ну вот эта знаменитая история, как когда-то к нам в лабораторию пришел студент на втором курсе, весь крутой. У него была своя научная идея. На втором курсе у студента такая научная идея. Ладно, думаю, пусть развлекается, лишь бы не мешало. Я, говорит, ее экспериментально буду проверять. Он говорит, вперед, проверяй. Но она там что-то в инфракрасном спектре была. Вперед, тебе какой источник? Он говорит, там черт. Есть какой источник? Ну, занимайся, вот тебе регистрирующая система. Дайте мне решетку. Какую? Самую лучшую. А что значит лучшая решетка? Тут он вспоминает. Ну, тогда больше штрихов. Моим примером, 1200 штрихов. Годится? Стандарт. Ну, хорошо. 2400 даю. Она дорогущая. Руками не трогать поверхность, на пол не ронять. Осторожно. Я, экспериментатор от Бога, ставил, включает. Ни хрена. Ни сигнала, ничего. Он говорит, да. Наверное, источник не работает. Нинфракрасный свет не увидел. Он говорит, может быть. Ну, что, надо чинить. Он говорит, чини. Он говорит, я не знаю, разбирайся. Он две недели разбирался. Узнал, как устроил источник. Знал его дальше до конца. Сказал, нет, источник работает. Значит, эта система регистрация не работает. Он говорит, разбирайся. Он месяц потратил на вознюю систему регистрации. Знал ее до конца. Потом, короче, экспериментальный получился. Нет, говорит, все равно, получается. А сигнала нет. Догадываюсь, что было. Штрихов много. Длина волны большая. И даже в первом порядке лямбда на период решетки был больше, чем в единице. Он искал свет под углом комплексно-означимым. Нет, свет, конечно, и на решетках дефрагирует под комплексным углом. Только там волны очень быстро затухают. Кстати, приближение Фраунгофера про это ничего не знает. Но есть другой метод расчета дифракции, который решает задачу гораздо точнее. Я за неимением времени не буду его рассказывать. Кому интересно, поставлю видео. Это называется дифракция на решетке как решение обратной краевой задачи. Спасибо.